так ребята приступаю к сборке клапанной крышки в общем вот что он как она выглядит у нас изнутри и вот что мы имеем здесь вот область для сапуна действует масса масло отсеивается от стенки отбивается и масляный туман вот как бы картерные газы выходят вот через вот эти вот небольшие щели здесь вот идут короче вот к выходу и в короб воздушного фильтра мы это все устанавливаем в обратном порядке после мойки выйти отверстия наносим резьбовой фиксатор также на болтики резьбовой фиксатор и вот таким образом собираем вы бы знали пацаны как трудно блин трудно уже паришься конкретно столько всего переделывать просто жесть ребят время летит вообще неумолимо быстро а здесь ребята закручиваем на грани то есть самое главное не оборвать фиксатор застынет и как говорится нормально будет потому что здесь как бы нежелательно если открутиться болтик во время работы двигателя ну и все в принципе ребят сейчас я ключиком затяну и все так ребята и не забываем заглушить эту долбанную систему типа системы egr всасывание выхлопных газов обратно во впуск нам она не нужна глушим ее просто шариками от подшипника подшипник 203 вот такие вот шарики вот ребята они забиваются очень легко буквально 30 ударов таких легких но частых все и подшипник у вас заходит вот это вот отверстие вот посмотрите как сидит загнанный подшипник как незагнанный видим да и он у вас ребята если вы переживаете то что он якобы вниз провалится он не провалится он диаметр как направляющая втулка он просто физически не зайдет туда просто физически туда он не зайдет не сможет сбивается очень просто сейчас я вам это покажу ее подшипник ничего не надо смазывать ничего не надо абсолютно все делается на сухую и вот так вот ребята бьете сейчас он у нас зайдет 30 ударов небольших но частых то есть не сильных но просто частых и все и подшипничек у нас там шарик и он у вас не выкатиться потом вырезаем прокладочку вот сюда делаем крышки так вот ребята крышечки почти готовы все они отцентрованы болтики закрутятся на ура все хорошо в общем ребят вот такой вот алюминий толстый гюри алюминий гнется не очень так хорошо и вырезаем прокладочку сюда из специального картона для прокладок садим на герметик здесь я вот эти шарики подшипника залил герметиком так для спокойствия чтобы они ну не выскочили хорошим герметиком здесь тоже все залито на герметике на герметике в общем сейчас маленечко тощу крышечки чтобы они были более аккуратные так ну ребята вот готова наша крышка в общем сделал вырезал такие вот сюда пластины из бюре алюминия такие заглушки там вы видели забитый шарик от подшипника плюс посаженный на герметик так обмазан но это так чисто для себя и все ребята мы избавились от вот этой вот херни вот херни теперь движок у нас будет дышать подача во впуск будет исключительно чистым воздухом здесь крышки я не стал конечно полировать так чуть-чуть протер их и все смысл заморачиваться когда буду клапанную крышку красить может не буду красить и вроде бы ничего на здесь чуть косички есть в принципе не знаю все равно облизите этом все равно вообще не видно этой крышки посмотрим ребят и чё ребят еще вы думаете ребята еще я хочу отключить вот эту вот систему вот система вот она состоит вот этот вот бочонок бочонок объема плюс электроклапан электроклапан и все в принципе привод у нас это вообще осуществляет привод здесь вот заслонки вакуумный открыть закрыть это я все заглушу и ребята я еще посмотрю заслонку конечно естественно само собой я ее уберу отсюда вот это вот потому что она не нужна и как бы это рим и ребята разобрались в том видео ничего вообще вот эти все системы да вот эти все системы для чего вот как бы они вообще вот эти вот системы все то есть мы их убираем с мотоцикла мы что какие у нас будут плюс у нас самый огромный и важный плюс то что у нас во впуск будет идти свежий воздух то есть никаких отработанных газов никаких это просто априори неправильно чтобы отработанные газы шли во впуск это неправильно вообще но инженеры предпочли как дали должность экологии но мы ребята говорится строить заводы цементные да а мы тут будем на мотоцикле да тут еще чего-то блин париться из-за какой-то мелочи нет ребят нет потому что кто сечет в этом деле говорится кто понимает кто знает те делает вот как я например я избавляюсь от вот это вот всего так ребятки я еще посмотрю здесь смотрите здесь она разбирается вот эта вот система и мне подсказывает то что вот это вот всего мы вот понимаем то что вот система впуска она вот такая вот да а чем она длиннее тем поступает как бы ну как бы двигателю трудно дышать это например взять вот взять трубочку вот от пасты да вот взять пасту ручки да или трубочку от сока чтобы вы попробуете дышать через длинную вдыхать и что вы ее отрежете диаметр останется тот же но он про она она просто будет покороче вот когда будет она покороче вы ее отрежете вам намного легче будет дышать втягивать воздух в себя также и двигателю здесь у нас система еще вот такая вот здесь у нас соединяется все вот так ну что ребята скорее всего я вот эту часть беру просто вот эту часть отсоединю но я посмотрю вообще вот когда буду собирать уже когда буду ставить радиатор я просто ну посмотрю вообще что и для чего вообще вот это вот это все во время сборочки может быть даже все уберу может быть только вот это вот оставлю но мне самое важное чтобы горячий воздух тоже не поступал двигатель чтобы горячий воздух тоже не поступал очень ребята вот как то так нам ребята вот эта система она вообще нам не нужна это придумано конечно инженерами это придумано для экологии чтобы сберечь окружающую среду чтобы было меньше угарного газа в атмосфере в принципе это как бы ну для города там нормально кто вот заботится об экологии это как бы норм да а вот кто как бы ездит на такой технике это как бы но не норм ребят как бы не совсем норм ты покупаешь одно а потом это задумка вот инженерами это приводит к скорейшей смерти там вот это вот все они уже чё не суп блин вообще пацаны прикиньте столько не занимаюсь мультика вообще жесть сегодня ребят знаете что сделал сегодня ребят поставил короче морду вот надо еще резину оттереть от краски будет потому что блин покрасила диски уже надетой резине знаете почему потому что у нас блин в шиномонтаже вот лопатки же есть вот эти вот для монтажа чтобы снять резину которые прилегают к диску блин каждому захочешь у вас пластиковый есть нет у нас металлические железные да что такое блин они обдерут вот эту вот кромочку блин я не знаю по честь да мир катится все прям не хотят работать всем лень работать блин у всех заморочки вообще такие блин что по-нормальному по-человечески сделать в это вообще блин трэш какой-то происходит так что еще сделал ставим приборочку пацаны все огонь ну короче цепку грим в каждом видео говорю что жду цепку грим японцы давайте отправляйте нет на самом деле они отправили что когда придет неизвестно все ребята сейчас буду короче делать вот эти вот крышки посмотрим конечный итог очень ребятки вот как-то так прошел короче такой вот один мото будни и вот так вот он у меня проходит начиная с 15 января с февраля до 15 февраля вы помните первый день как я только начал включил короче стрим начал разбирать мотик теперь вот он уже почти почти собранный почти уже мордашка поставлена приборочка поставили проводка накинут все вообще отлично проводка тоже соединена вообще остается вот прям за мелочами цель грим приходит я уже собираю движок ставлю клапанную крышечку все ребята заливаю маслица а мне еще придет в . на корзину сцепления я тоже поменяю что-то у меня там какой-то люфт корзине чуть-чуть небольшой она не гремит она не гремит но просто на как бы отходит какой-то люфтик есть я вот заказал в . под игольчатый подшипник я ее тоже поменяю смысл как бы нету задерживаться по если у тебя все пока разобрана лучше сразу менять я предпочитаю делать так лучше сразу меня чем потом разбирать лучше как говорится сразу кинуть бабосик горит скупой платье дважды ребят я по такому принципу не хожу все ребята всем удачи всем счастливо всем пока ставьте пальцы вверх